Цыгане в разных странах носят разные названия. Англичане и испанцы зовут их египтянами и в средние века народом фараонов звали по-видимому те же кочующие племена. Во Франции их называли богемцами, так как они пришли с востока через богинию. Литовские цыгане называют себя общим именем синдов. Напомная тем, что доказывает и их язык свое индусское происхождение. Персы называют цыган, черными индусами. Сами цыгане называют себя в большей части стран, где живут, словом значащим по-коптски, санскритски и келтски, на всех трех языках одно человек. Пограничная между Европой и Азией область синдика соответствующая части нынешнего Закавказья признается. Некоторыми за страну произведшую цыган. Цыгане, синды, упоминаются как кузнецы. Синская религия упоминается в Македонии и Стефан Византийский упоминает о процессиях лингама, фала у цыган. Страница 31, но прямая ли тут генеалогия цыган? Это индусы. Но этих индусов мы видим на островах Средиземного моря, куда они могли попасть только как египтяне и финикиняне. Цыгане, странствующие купцы-лигурийцев наводят на мысль, что это могли быть, если так выразиться, сухопутные финикиняне древности. Избереглись в течение веков точно так же, как морские финикияне-евреи. Цыгане до сих пор по преимуществу кузнецы, а кто не знает, как бесценно для дикаря обработка металлов, кто не помнит, что богатство капитана Кука заключалось в кочерге, переделывающейся в гвозди за которые. Островитяне Тихого океана давали баснословные груды съестных припасов, цыгане-кузнецы, трех тысяч лет назад были благодетелями и цивилизаторами варвавских орд, скитавшихся по мостностям нынешней Европы. Отсюда их право на существование до нашего времени. Цыгане-изучителя Европы превратился в паре точно так же, как просветители человечества финикияне оставили. Потомству евреев, точно так же, как на земле древнего Египта, видевшей зачатки просвещения, все еще существуют эти зачатки, а среди европейского общества зерно давно уже дало плоды. Важно, что страну приазовских синдов с самого начала называли Индией. В конце IV века до н.э. боспорский правитель Эвмил владел, согласно Деодору Сицилийскому, также Индией, то есть синдикой. Плутарх, при перечислении побед римского полководца Помпея над понтийским царем Метридатом VI Эвпатором, называет понтийское царство, Каппадокию, Индию, Колхиду и Кавказских иберов. Житель синдики у Феникса из Калафона, греческого поэта III века до н.э. Характеризуется как «индиец длинноволосый с верхних озер». А составитель словаря Гизихий Александрийский прямо звал синдов народом индийским. Помпоне имело в I веке н.э. причислял синдонов народом диким и варварским. Играет музыка